Следственный изолятор номер один УФСИН России по Рязанской области, именуемый в народе тюремным замком, уже без малого два века используется по своему прямому назначению. Среди именитых узников Рязанского губернского тюремного замка историк Степан Яхонтов, священно-мученики Николай Анатольевич Правдолюбов и протоиерей Александр Александрович Андреев, он же Александр Рязанский, а также Ариадна Сергеевна Эфрон, дочь поэтессы Марины Цветаевой. Здание СИЗО-1 пережило правление пяти российских императоров и революцию. Построенное в 1824 году оно до настоящего времени не претерпело никаких серьезных изменений, так как является объектом историко-культурного наследия регионального значения. В нашем учреждении уже практически 200 лет, то есть еще при архитекторе Биндемане был заложен фундамент нашего следственного изолятора в 1824 году, то есть еще при правлении Екатерины Второй. Изначально это уже был тюремный замок и в настоящее время он признан как архитектурным наследием. Сегодня в следственном изоляторе успешно развиваются все направления деятельности, в частности медицинская служба. Каждого поступающего в СИЗО осматривает втезиатор, каждый проходит флюорографию. Недавно здесь оборудовали современный стоматологический кабинет. Кроме того, у определенных категорий людей здесь забирают особенный анализ ДНК. К восьми прогулочным дворикам недавно добавились еще три. Вот этот, например, специально адаптирован для несовершеннолетних. Для подследственных, не достигших 18 лет, кроме того, проводятся специальные занятия. Занятия у нас проводят с ними ежедневно. Это проводят воспитатели, психологи, сотрудники других отделов услуг учреждения, а также комплексный центр социального обслуживания населения города Рязани, семья. В камерах СИЗО есть холодильник, телевизор, душевые кабины с горячей водой. Налажена система вентиляции. В каждой камере видеонаблюдение. Несмотря на возраст почти два века и охранный статус памятника архитектуры, здесь постоянно проводят ремонты кабинетов и камер. К сегодняшнему моменту в СИЗО-1 содержится более 300 последственных и осужденных. Среди них несовершеннолетние и женщины. Бывают случаи, что женщины содержатся с детьми. Для таких ситуаций созданы особые условия. Скажем, в прогулочных двориках организована песочница. В честь праздника сегодня в СИЗО-1 пройдет торжественный концерт и встреча с ветеранами службы. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».